Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода «Северный поток-2», тем самым провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times. Круз не в состоянии в одиночку заблокировать назначение по дипломатической линии, но в отсутствие единодушного согласия Сенату приходится тратить на обсуждение кандидатур многие часы, которые далеко не всегда удается выкроить в плотном рабочем графике, отмечает издание. Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники президента США Джо Байдена называют кадровым кризисом. Действия господина Круза задерживают десятки назначений в Госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции, говорится в публикации. Круз является инициатором наиболее жестких санкций против «Северного потока-2». Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Глава Международного комитета Сената Боб Мёниндис назвал действия Круза «беспрецедентными» и заявил, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры. «Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности». «Мы видим задержку всех назначений без разбора, вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону», цитирует сенатора НИД. «У Круза уже нашлись подражатели». Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачный вывод войск из Афганистана, пишет издание. «Северный поток-2» газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 год пункт, обязывающий Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы «Северного потока-2». Утвержденный конгрессменами документ будет рассматриваться в Сенате, а затем его должен будет подписать президент.